Здравствуйте! Я рада вас приветствовать на канале Обзор на Незазорно. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем огромный привет! Мы сегодня поговорим о влоге канала Семья Колесниковых. Но я благодарна всем, кто ставит лайки, пишет комментарии, не будет на колокольчик и подписывается на мой канал. Ну а мы переходим к Колесниковым. Лёша приехал. Счастье и радость. Лёша в дом. Счастье в дом. Лёша в дом. Солнце в дом. Ну и Света по этому поводу не поленилась и наготовила целую кучу всего абсолютно. Даже вот корж, говорит, был у неё медовый. Представляете, не пышка, а целый корж. Света вдруг в честь приезда Лёши научилась правильно называть вещи своими именами, что ли. Крем заварной на молоке и на воде она приготовила. Говорит, ну сгущенки-то не было. Ну как-то так двояко звучало. Якобы Света собиралась ещё и заварной крем на сгущенке готовить. Но я так понимаю, что просто заварную крему она перемазала бы, намазала бы этот корж. Можно из воды сделать молоко, говорит Дарина, которая рядом сидит. Не можно, замечает Света. Вот новое слово. Не можно. Но я знаю, вроде как по-украински не можно, это нельзя. Но, простите, Света и Лёша живут в России. Ну, они и сами русские, правда. И вот этот вариант не можно. Как-то вот режет слух. По крайней мере мне. Не знаю, может быть вам нет, но у меня так, так, это как-то резануло мне слух. С одной стороны. С другой стороны, это Колесниковы. И к их каких-то таким странным выражениям я потихонечку привыкаю. Да. Привёз Лёша с собой гостинчики. Да, именно так Света называет гостинцы. Лёша называет гостинцы, ну а Света по своему обыкновению всё уменьшительно-наскательно. Гостинчики. Ну, такое я ещё не слышала слово тоже, но опять же говорю, я привыкаю потихонечку к выражениям Колесникова. Да, посыпаю голову пеплом и признаю, что я хоть с ними уже почти год сотрудничаю, в октябре будет ровно год, как я с ними тесно сотрудничаю, не пропускаю ни одного их влога. Кстати говоря, они мне за это должны быть благодарны. Я им делаю просмотры. Причём не просто просмотры, а просмотры как надо. Я им делаю зарплату. Поэтому как у меня тут реклама идёт. И бывает такое, что, кстати говоря, очень часто напихана у них реклама в ролике. Не знаю, или у меня так это всё проявляется, и на самом деле стараются почаще её всумывать. Бывает такое, что за одну минуту, два-три раза прям, ну невозможно смотреть. Редко, но бывает, конечно, да. Так что, да, мне Колесниковы должны быть благодарны. Я им делаю какую-никакую, но зарплату. И да, возвращаясь к вышесказанному, могу сказать, что я хоть уже почти год с ними как тесно сотрудничаю, всё ещё никак не могу привыкнуть к их фразам и выражениям. Но я работаю над собой, я стараюсь, и надеюсь, когда-нибудь меня перестанут удивлять их фразы и выражения. С одной стороны, с другой стороны, это же Колесниковы. И только я привыкну к старым фразам и выражениям, мне покинут какие-нибудь новенькие. Поэтому привыкнуть к Колесниковым будет, я думаю, крайне сложно. Гречка у Светы на столе, суп есть, представляете, котлетки с фаршем, это всё ради встречи Лёше. Говорит Света о том, что придут школьники, как раз готовлю салат. Значит, у меня тут возникает сразу два правомерных вопроса. Она собирается кормить только школьников, учащегося в ПТУ, то есть Максима, не собирается Света кормить. Только школьников. И то только салатом. Всё остальное, я так понимаю, предназначается Лёше. Кстати, о Лёше. Лёше сидит на своём коронном месте за салонной кухней и сидит весьма оригинально, поджав под себя ноги. Как-то по-турецки сидит, да? И правильно мне писали в комментариях. Скорее всего, он именно так сел для того, чтобы все увидели, что он здоров. И что да, это он на самом деле делал ремонт, а не кто-либо другой в Весентуках. Нет, вру, не в Весентуках, в Весентуке, как выражается Лёша. Просто поражают меня эти люди. Я же говорю, я никогда не привыкну к их речевым оборотам. Ну, очень тяжело это сделать. Казалось бы, да, уже в Весентуке, вы жили в городе Весентуке. Вы знаете, что в Весентуках, да, ну и так далее, как-то вот склоняется название этого города. Но нет, нет и ещё раз нет. В Весентуке, Весентук, он, видимо, один. Да, так сказала Лёша. В Весентуке он покупал сгущенку. Давно, говорит, правда, это было, но было. В Весентуке. Несколько раз я перемотала туда-обратно, чтобы услышать. Нет, всё-таки, да, Весентуке. Привёз Лёша с собой орехи. Арахис. Целый мешок. И говорит, вот дети щелкают орехи. Угу. И чай пьют. Ну, какие-никакие, а, гостинцы. Это всё к чакопаю, к печеньям, к каким-то, короче, палочкам. Говорит, пока дети могут есть сколько захотят. Там достаточно количество, да. Ну, мешок, не мешок, но полмешка точен, да. А потом, мол, всё, прекратим эту лавочку, закроем лавочку. И будем выдавать порционно. Ну, порционно они не знают. Это называется у них по выдаче. Дети сейчас пользуются моментами и едят, как не в себя. И за столом на кухне сидят, едят. И я уверена, у Насти в её сумке тоже есть запас. Потому как Настя знает, что в этой семье надо, чтобы был бы запас. Неизвестно, когда родители решат всё. Лавка закончилась. С этой секунды уже по выдаче. Не зря, у Насти есть всегда с собой сумочка такая вот через плечо. Говорит, подсолнечное масло купил. Пятилитровую бутыль. Подешевле, чем было. Замечательно, это хорошо. Нерафинированное пахучие. Ну, замечательно. Это хорошо. Подумал Лёша про семью. Хозяйская детына. Молодец. Риэлтор продаёт дом. Говорит, и обещается за полтора месяца продать. Ну, не знаю. Посмотрим. Даст Бог, чтобы всё было так, как говорит риэлтор. И правильно Лёша говорит, на каждый товар найдётся свой купец. Говорит, кому-то не нравится одно, кому-то другое, кому-то низкие потолки не нравятся. Говорит, ну, есть такая надежда и, в принципе, уверенность в том, что когда-нибудь найдётся покупатель, которому понравится всё. И высота потолков, и расположение дома, и так далее, и так далее, и так далее. Ремонт понравится. И почему-то риэлтор как-то вот очень самонадеянно дал полтора месяца на продажу. Ну, будем на это очень надеяться. Вдруг на самом деле продадут. Яблоки привёз Лёша. Насколько я поняла, Лёша говорит, я их собирал и с дерева срывал, и с пола собирал. Это те яблоки, которые у него там во дворе росли, в висентуке, в одном. И, говорит, надо перебрать. И те, которые вот уже, ну, с нельцой, их надо сюда вот в одну какую-то ёмкость поместить. Те, которые будут ещё лежать, которые нормальные, в другую ёмкость. И Анжелика и Света перебирают эти яблоки. Я так понимаю, всё дело происходит в тронном зале, Анжелика лежит на полу, пол, замечу, холодный. Света садит на табуретке и перебирают у неё эти яблоки. Я просто в шоке. Ну, неужели нельзя как-то, я не знаю, сесть хотя бы на какую-нибудь маленькую табуреточку у Анжелики тоже? Чего валяться-то на полу, непонятно. На подоконниках, конечно, бардак, всё накидано, всё как-то так в перемешку лежит. Привёз Лёша вещи, рядом этот мешок с этим арахисом. И мы видим ноги Максима. Ну, Максим остаётся верен себе, он в носках беленьких и во вьетнамках. Вот не знаю, я неужели нет другой какой-то обуви. Просто я никогда не поверю в то, что у Максима не было никогда в жизни домашних тапочек. Ну, никогда в это не поверю. Он уже сколько времени с наступлением холодов ходит в носках и во вьетнамках? Ну, во-первых, это неудобно. Ну, согласитесь. А во-вторых, это ещё и холодно. Вьетнамки-то резиновые. Не знаю. Не знаю, ещё раз не знаю. А ну, в-третьих, конечно, надо ноги в тепле держать. А у Максима, я так понимаю, ноги всегда в холоде. И почему никак не решатся родители купить всем тапочки домашние? Этого я, конечно, понять не могу. Зеленковаты, говорит Лёша Груша. Зеленковаты. Вот те, которые зеленковаты, надо в третью ёмкость, в отдельную откладывать. И говорит, Анжелика, ты довольна яблоком? Видимо, одним каким-то. Анжелика, видно, выбрала одно яблоко из общего количества. И этим одним яблоком Анжелика, по идее, должна быть довольна. Вот так. Предлагает Свете Лёше компот приготовить. Ну, а Света, вы знаете, скорчила такую вот... Ну, не могу сказать, рожу, но выражение лица у неё такое было. Говорит, ну, из яблок-то компот не приготовишь. Думаю, вот это номер. С каких пор? Наверное, Света не знает, что есть разные виды компота. В том числе и яблочные. Но нет. Надо туда добавить что-то, наверное, Света имеет в виду вишню. Ну, да, конечно, когда там ещё и вишенка для запаха, это есть, да. Но есть же яблочные компоты. Почему нет? Ну, почему бы не приготовить детям тот самый яблочный компот? Особенно учитывая то, что там есть такие яблоки, которые вот только вот сейчас надо порезать и что-то из них приготовить. Но Света решила готовить варенье. Лёша говорит, ну и правильно. Варенье, это же здорово. В конце концов, компот-то можно приготовить самостоятельно уже из варенья, якобы из концентрата. Ложку варенья в горячую воду и вот тебе и компот. Ну да, действительно, подумала я. Ну и Лёша, как чудесный хозяин дома. Решил показать себя, вся своя красота. Кутин говорил о том, что он только с завтрашнего дня начнёт что-то делать по дому. Но он не успел приехать сразу, вот решил вне графика починить холодильник. Тот самый, который вот у них испортился и потёк. Поломался холодильник. Помните, всё оттуда, что там было, там всё потекло. В общем, вывывали тот холодильник. И Света не могла понять, что же произошло. Вроде вывыло, включает, а он не работает, действительно. Лёша починил холодильник, всё замечательно, всё здорово. Оказывается, холодильник ещё хозяйский. Но думаю, блин, вы тут уже столько лет хозяева. Уже это ваш холодильник. Ну, Лёша как будто бы услышал мои мысли. Говорит, тот холодильник, который нам достался прежний хозяев. Ну, хотя бы так, да. В общем, как-то так. Вот такой вот насыщенный, да, влог получился у Колесниковых. У них то пусто, а то пусто. Но я так думаю, это вот пока Лёша приехал, такой вот эжиотаж. Лёша думает, мая по дому, всё замечательно. А сейчас всё поутихнет. И следующий влог снова будет тихим, мирным, спокойным. Никаким, в принципе, как и все влоги семьи Колесниковых. Ну, у меня получился вот такой обзор их влога. Надеюсь, он вам понравился. Если понравился, ставьте лайки. Если он вам не понравился, ставьте дизлайки. Но в любом случае подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик. И, конечно же, пишите комментарии. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok